Привет всем, уважаемые друзья! С вами канал Республика и я, Роман Томоев. Рубрика «Есть мнение». Сегодня хотелось бы поговорить на одну очень важную тему. Мы с редакцией ее для вас выбрали. Мы хотим поговорить о шести причинах, почему наша страна живет хуже Запада. Сразу могу сказать, что мы свою родину любим. Россия для нас – это наша любимая держава. Но есть проблемные моменты, которые мы с нашей командой хотим обозначить в этом сегодняшнем эфире. Да, нам есть чем гордиться, но в то же время есть вопросы, которые власть должна, которым уделить большее внимание. И вы, наши уважаемые зрители, должны тоже на это обратить внимание. Где-то, может быть, согласиться, может быть, нет. Где-то в комментариях добавьте, пожалуйста, свое мнение. Причин на самом деле много. Их гораздо больше, чем шесть. Почему мы живем хуже Запада. Но нам хотелось бы остановить свое внимание на тех основных, из-за которых, увы, по некоторым моментам мы проседаем. И действительно, на наш взгляд, в этом плане мы хуже. Давайте теперь перейдем конкретно к каждой из них. Итак, уважаемые друзья, есть популярное мнение, что Россия живет так плохо по сравнению с западными странами из-за менталитета россиян. Сторонники этого мнения считают, что мы все тут пьяные, грязные, жадные и ленивые люди, которые только и делают, что неумело подражают маякам демократии, Соединенным Штатам или Западной Европе. И мы хотим опровергнуть эти весьма гнусные речи, которые имеют только две цели. Запутать людей, которым вбивается мысль, что от них ничего, увы, не зависит. И это их сущности или прямое оскорбление для каждого из них. Мы, в свою очередь, расскажем об истинных причинах, из-за которых наша страна во многих сферах пока отстает не то, что от Запада, но даже от некоторых стран бывшего соцлагеря или стран, допустим, в Восточной Европе. Первое. Непонимание людьми основных моментов, что деньги, допустим, государства, это их отчисления. Запомните, у государства нет своих денег. Чтобы вам было проще понять, почему коррупция это одна из самых главных причин бедности нашего населения, представьте, что вы с соседями по дому, допустим, постоянно оплачиваете управляющей компанией определенную сумму, которая в дальнейшем должна пойти на социальные нужды, ну, например, на ремонт детской площадки, или озеленение двора, или другие необходимые жильцам вещи. И вот в один из дней вы узнаете, что директор управляющей компании был замечен на озере Комо в Италии, откуда-то у него появился огромный особняк при его-то зарплате в 30 тысяч рублей. Что последует далее? Вы будете выяснять, откуда у него этот особняк, и где уже давно обещанная детская площадка. Не дождавшись ответа, вы попробуете привлечь вора к ответственности. Так поступит любая группа людей, которую обокрали. Чем же отличаются налоговые поступления в казну от этого примера? И там, и там отчисления производятся принудительно. И там, и там средства не появились с воздуха. Они были внесены народом. Но когда говорят о коррупции в государственных структурах, украденные из казны деньги магическим образом обезличиваются и становятся как бы ничейными. Люди не понимают, что каждый украденный из казны рубль, который был проигнорирован, это будто бы к тебе подошел вор, запустил руку в карман, вытащил кошелек и спокойно ушел. А ты при этом сказал что-то вроде, ну да, украл. И что? Представляете? Теперь причина номер два. Отсутствие обратной связи с руководством. Еще одна основополагающая составляющая любого здорового государства, это хорошо налаженная обратная связь с правительством. Любой чиновник, от мала до велика, должен слышать глаз своего народа, понимать его настроение и отвечать на его запросы. Но когда обратная связь отсутствует, как в современной России, увы, в высших эшелонах власти возникает чувство вседозволенности и оторванности. Народ воспринимается как юниты в какой-то игре, которые существуют для единственной цели – выполнять приказы. Что же происходит, когда обратная связь существует? Представителям власти приходится следить за своими действиями и выполнять предвыборные обещания. Иначе на следующих выборах народ выскажет свое мнение и выберет других кандидатов. А возможно, как это нередко происходит, ну допустим, во Франции предпримят меры воздействия до выборов. Например, устроят забастовки или другими мирными способами, донесут до власти, что ее действия не соответствуют интересам нации. В любом из этих случаях правительство и остальные граждане приходят к консенсусу, который либо устраивает обе стороны, либо направлен на защиту интересов масс. В нашей же стране, ввиду отсутствия обратной связи, устоялся однополярный мир, где есть только воля власти, а она почти не всегда совпадает с желаниями граждан. Отсюда разрушительные для широких слоев населения, допустим, законы вроде пенсионной реформы. И хочу отметить, за которую КПРФ голосовала против. То есть она, вернее, голосовала против пенсионной реформы, друзья. Теперь перейдем к нашему третьему пункту. Почему же все-таки у нас хуже, чем на Западе? Гибкость законов и избирательное правосудие. Вот третья причина. Любой юрист подтвердит, что российские законы написаны так размыто, что могут трактоваться в разных случаях по-разному. Возьмем, допустим, в качестве примера не так давно нашумевший закон о валежнике. Вся суть закона была в том, чтобы внести слово «валежник» в 32-ю статью Лесного кодекса Российской Федерации. И вроде все хорошо, теперь можно спокойно собирать валежник. Но, как оказалось, нет. Не все, что лежит на земле – валежник. Вместо этого ты можешь случайно захватить сухостой или ветровал, что будет грозить штрафом или уголовной ответственностью. Представляете? При этом определение термину «валежник» депутаты, увы, не дали. И такое практически в любом федеральном законе – неопределенность и свобода трактовки. Кто-то из высших эшелонов вывез лес в Китай и… А кто-то собрал валежник и помог природе. Но ты собрал несколько веток и напоролся на патруль, у которого план по задержаниям. Понимаете, о чем я? И так что готовься, уважаемый друг, к поездке в места не столь отдаленные. Все очень выборочно, друзья. Теперь четвертая причина, почему, увы, у нас хуже, чем на Западе. Повторюсь, мы патриоты своей страны, но выделяем причины для того, чтобы власть задумалась и предприняла попытки для того, чтобы что-то исправить. Четвертое, самое, мне кажется, очень важное – это отсутствие активной гражданской позиции. Около 20 лет нам ежедневно доносят простую мысль. От вас ничего не зависит. Выборы – сидите дома. Там же за тебя уже давно все решили. Забастовка на работе – да никто не пойдет, а тебя просто уволят. Все эти идеи идут с самого верха, которому выгодно, чтобы ты и твое окружение. После очередной выходки чиновника тихонько сматерились и сказали им – да, как всегда. А после в грустном настроении пошли домой, где на кухне, на кухне можно безопасно обсудить эту наглую, говорящую голову этого чиновника. Теперь остановимся на пятом. Пятое, друзья. Излишний консерватизм. Большинство нынешней верхушки власти – та же номенклатура 70-х годов, которая быстро переобулась в лихие 90-е и стала демократами, либералами, монархистами, в общем, да кем угодно. Но на деле они все так же остались консерваторами, боящиеся каких-либо перемен, даже если они направлены на улучшение жизни нашего народа. Зачем что-то менять, если что-то хорошо работает? Здравая идея во многих ситуациях. Но когда ничего не работает, консерватизм подобен маргиналу, которому нормально жить на коробках за гаражами. Вы не согласны со мной? А мне кажется, именно отсутствие какой-то большой инициативы, какой-то смелости является определенным стопором в нашем развитии. Нам не надо бояться брать ответственность, нам не надо бояться испытывать что-то новое. И начиная от технологии, заканчивая другими-другими отраслями, нам надо стремиться и идти вперед. Ну и, конечно же, никто не снимал ответственности с власти, ответственности с конкретного чиновника, потому что именно коррупционные составляющие тоже очень сильно тормозят нашу с вами державу. Подчеркну, мы очень сильно любим Россию, это наш дом, мы никуда не собираемся отсюда уезжать, мы хотим растить своих детей, мы хотим, чтобы наши семьи здесь жили, чтобы последующее поколение жили на той земле, где они родились, где они хотят жить в конце концов. Этот ролик, если его увидят представители власти, хотелось бы, чтобы они сделали выводы для себя. Мы это делаем не для того, чтобы огольно что-то критиковать, или высказывать свое недовольство, или показаться какими-то слишком умными. Нет. Мы граждане России, это наша родина, тем более в такое непростое время, когда наша страна окутана недружественными государствами, когда идет спецоперация, когда вокруг нас ввели огромные санкции, и больше 10 тысяч. Мы хотим, чтобы каждый, кто принимает решение, прежде чем что-то сделать, задумался, потому что нас с вами много. Мы все друг к другу родственники, земляки, братья, сватия и так далее. И хотелось бы, чтобы мы жили интересным, прежде всего, нашего общества, российского общества. И теперь шестой пункт, друзья. Это оторванность силовых структур от народа. Я с большим уважением отношусь к представителям органов внутренних дел, кто бдит за порядком, кто ловит воров и жуликов, но, тем не менее, там тоже есть вопросы, которые бы мне хотелось поднять. И как бы они грубо, может быть, не прозвучали на первый взгляд, это действительно правда, о которой тоже нужно воспринять абсолютно адекватно, подумать над этим и принять соответствующие, можно сказать, меры или среагировать на это адекватно, я надеюсь. Увы, но силовики в нашей стране – это отдельная каста людей, и мы это все прекрасно понимаем. Большинство из них живет в своем мире, где есть благодетели в лице власти, то есть их работодатели, и враги, то есть все остальные. И когда полицейский в очередной раз подкидывает, допустим, что-либо какому-то невиновному человеку, я надеюсь, таких случаев мало, но это есть, когда он бьет дубинкой того, кто мирно отстаивает свои интересы, то есть вышел в одиночный пикет с каким-то важным социальным вопросом, или участвует в митинге, этот самый полицейский, он же ведь не видит в этом ничего плохого, когда он будет кого-то дубасить. Для него вы просто цель приказа, не более того. Увы, но это так. Я в политике давно и понимаю, что говорю. Когда в стране силовые структуры служат не народу, ни о какой социальной справедливости и речи быть не может. Только когда представитель силовых структур понимает, что он отстаивает честь и достоинство своей нации, знает, что на него смотрит буквально весь мир, когда он является примером для подражания, он будет служить и защищать, а не исполнять бессмысленные и беспощадные приказы тех, кто давно оторвался от реальности. Уважаемые представители органов внутренних дел, кто увидит мое это видео и вообще вот этот наш шестой пункт. Поймите, я говорю не о всех, я говорю о системе. Отношение к людям нужно менять, потому что главная ценность и те, кого вы защищаете, это люди, это простые граждане. А когда, допустим, некоторые представители полиции, допустим, или армии служат в первую очередь народу, облеченные властью, люди понимают, что не могут уйти от ответственности за свои действия и спрятаться за спинами вооруженных людей и работают прежде всего на благо нации. Вот, уважаемые друзья, вот эти шесть пунктов, которые мы для себя хотели отметить, их гораздо больше, мы начитали их целых 15, может быть, об этом мы поговорим чуточку позже, там и траты бюджета, на что тратятся деньги, там и так далее, и тому подобное. Но мы выделили для себя именно эти шесть. Поэтому мы хотим пожелать нашей стране процветания, но как она будет процветать, когда не все в порядке у нас, допустим, может быть, в государственном управлении, когда коррупция иногда изъедает нас изнутри. На мой взгляд, первый посыл тем, кто принимает определенные решения, на мой взгляд, это, конечно же, нужен подбор кадров. То есть подбирать тех людей, кто, не щадя живота своего, будет работать для простого народа, для своих соседей, для своих, да даже близких, для своих друзей. Тогда мы поймем, что наша страна действительно, возможно, будет развиваться в лучшую сторону. А кто бы и злопыхатели из Запада не говорил, что вот мы такие кривые косы, я могу сказать, посмотрите на себя в зеркало. Мы были, есть и будем. Россия великая держава, и очень обидно, что то место, где я родился, моя любимая Сибирь, обладая колоссальными богатствами, и наша страна в целом, обладая колоссальными природными богатствами, а самое главное богатство, я думаю, для нашей страны, это простые ее люди, это простой человек. У нас очень умные люди, у нас замечательные, красивые люди, у нас очень спортивные люди, смелые люди, и я всегда горжусь своей страной, где бы я ни был, как бы нам тяжело ни было, какая бы социальная или экономическая ситуация тяжелая ни была, я горжусь тем, что я россиянин, я горжусь тем, что моя страна самая большая в мире. Я надеюсь, что власти сделают все для того, чтобы мы гордились не только своими размерами или размером оборонного бюджета, чтобы мы гордились, прежде всего, сытыми, счастливыми людьми, чтобы наши пенсионеры получали достойную пенсию, не влачили жалкое существование и не собирали вторичку, выброшенную каким-либо крупным супермаркетом, чтобы наши молодые семьи жили в прекрасных квартирах, рожали детей, чтобы у них были замечательные заработные платы, замечательные эмоции от того, что они чувствуют себя нужными нашей стране. Только тогда мы сможем все вместе гордиться. Не отдельно кто-то победами спортсменов, не отдельно кто-то супер, гипер, просто нереально какими-то ракетами, не отдельно где-то космосом, не отдельно где-то явно не автовазом, но не отдельно где-то какими-то умными людьми. Я хочу, чтобы мы все с вами гордились нашей страной. Для этого мы должны пересмотреть главное. Это главная ценность для всех нас. Это, конечно же, человек и наша страна в целом. Потому что счастливый человек готов созидать. Счастливый человек готов покорять не то, что космосом он готов покорять все непокоренное. Потому что человек с нормальным уровнем дохода, когда его не загоняют в кредитную кабалу, когда его не испытывают на прочность, когда он получая зарплату понимает, что он может накормить своих детей, сводить их в кино, в театр, устроить какую-то секцию и так далее. Тогда уровень патриотизма достигнет небывалых высот. Для меня патриотизм это не просто бить себя в грудь на центральных телеканалах и орать вот мы такие, мы сейчас задавим того, вот мы задавим сего. В основном же тех, кого приглашают, у них в принципе неплохая заработная плата, что им о патриотизме не говорить. Давайте отъедем замка, давайте отъедем от центральных городов и посмотрим, пахнет ли патриотизмом у нас где-нибудь в районах, когда ты смотришь на эти хибары, на эти дома, на бездорожье, на отсутствие канализации или воды в 21 веке. Когда это все будет, это и есть патриотизм. Патриотизм это прежде всего любовь к своему народу, это уважение своего народа. Тогда будет меньше злобы, тогда у нас люди будут меньше думать о чем-то негативном, потому что они будут жить нормально. И кому бы то это может не понравиться, но это лично моя мысль и я так думаю. Действительно мы отличаемся от Европы. Увы, но там люди в массе своей живут лучше, потому что социальные те блага, которые власть Совета в свое время дала миру, там работают лучше, там воруют меньше. Это не какой-то, знаете, камень в огород нашего российского общества это просто правда жизни. И для того, чтобы что-то менять, нам нужно измениться самим, особенно тем, кто у нас находится во власти. Во власти должны быть не прихлебатели или лизоблюды, печатающие хорошие там отчеты там и так далее. Смотрите, у нас сейчас опять вся Сибирь горит. Нужно власти принимать жесткие решения по отношению к тем людям, кто руководит или в регионах, или в районах. Ставить нужно или выбирать нужно тех людей, кто душой и сердцем готов ради этого народа умереть на своем рабочем месте. Тогда и люди будут уважать этих людей, тогда люди будут объединяться и тогда люди будут просто понимать, что это действительно одна общая огромная страна, где каждый из людей это винтик этого огромного механизма. А пока у нас очень все бедно, скудно, пока люди получают очень маленькие зарплаты и не менее маленькие пенсии и они лишены элементарных благ в большинстве регионов, так это восприниматься большинством не будет. А мы очень хотим, чтобы наша страна просто рвала просто когти только вперед. Потому что смотришь на другие страны, почему у нас люди любят летать, в ОАЭ у кого есть деньги, другие страны говорят, вот смотрите, как они строят, потому что там система направлена на конкретного человека. У нас, увы, столько много олигархов и огромное количество бедной части нашего населения. И никогда союз олигархата и населения простого работяги он просто невозможен. И когда мы отмечаем первый май и прочие моменты, мы должны понимать, что в основе лежит социальный лозунг, понимаете, равенство, братство и равные возможности, в том числе и по, значит, суду, каким-то судебным моментам, судебная система не должна быть избирательной. Вообще, в целом, по жизни каждый должен по уму двигаться и идти вперед, а не по связям, родственным и так далее. Поэтому, когда ты смотришь все эти проекты, всех этих людей, участвующих в федеральных проектах, кто один умнее второго, а от того, что они умнее друг друга, в целом-то народ лучше жить не продолжает. То есть, наоборот, проблемы. Тем более, в такое для нас сейчас непростое время. Еще раз говорю, нам брошен вызов. Хотим мы этого или нет, но нам он брошен. Поэтому консолидация общества должна быть. Но в то же время надо консолидировано жить, не забывая о том, что власть должна все делать для простых людей, для того, чтобы мы стремились вперед, достигали новых вершин и побед. Надо менять сознание, нужно подходить к этому ответственней. С вами был Роман Томоев. Люблю, обнимаю всех вас. Пламенный привет из республики Тува. Не болейте и берегите себя. Россия, мы всегда будем с тобой. Мы тебя любим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова